Доброй ночи, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам про образ одного божества, который часто упоминается в книгах магии, о котором многие говорят. Печать его присутствует и существует как символ сатанизма и вообще черной магии. Но что из себя представляет это божество, на самом деле мало кто знает. Итак, Бафомет. Первый раз упоминание о Бафомете мы читаем в XII веке, когда некое воплощение зла называется Бафометом, какой-то черный дух. Однако он упоминается в литературных произведениях, но никак не в магических и никак не в каких-то трудах алхимиков и колдунов древности. Но в XIV веке вдруг образ Бафомета всплывает вновь, когда судят орден тамплиеров. И по обвинению святого Папы и святой инквизиции считается, что тамплиеры поклоняются Бафомету, козлогаловому богу, и за что лидера этой организации сожгли на костре, а все остальные разбежались. Однако многие ученые считают, что это был предлог для того, чтобы избавиться от тамплиеров, поскольку Папа чувствовал от них опасности своей власти и ни с кем не хотел делиться. Папы римские на самом деле действительно не терпели конкуренции. И я тоже считаю, что тамплиеры навряд ли поклонялись божеству такому, вообще любому магическому символу, поскольку у них были вполне приземленные желания. То есть обладать властью, богатством и так далее, и так далее. И магия для них не была основным занятием, вообще не было занятий. Итак, кто есть Бафомет? На самом деле Бафомет – это собирательный образ, поскольку он не встречается ни в древних манускриптах и нигде не упоминается о том, что было такое божество Бафомет. Его снова привели к жизни, воскресили, можно сказать, в церкви сатаны. Сделал это Лавей, который создал его печать и образ, а журналисты, естественно, растусовали это все и разнесли по всему миру. И теперь вот божество Бафомета считается вполне как бы существующим реальным божеством, дарующим мудрость, силу и так далее. Это андрогенное существо. На одной руке написано «сгущаю», на другой «растворяю». Одна рука направлена наверх, вторая вниз, показывая верхние и нижние миры. Между врагов факел знаний, огонь. Соединяет мужское начало, разум и темперамент, и так далее, и так далее. Крылатое существо с лицом козла, как у древнегреческого пана. Дело в том, что вот в этом божестве, как ни странно, объединились все силы, которые когда-либо существовали в памяти человечества, и которым человечество поклонялось. Все эти силы объединились и сгустелись в одном божестве Бафомете. Это собирательный образ сил тьмы. Тьма, я уже объясняла, что это не обязательно зло. Так вот, Бафомет – это идеальный образ для тех людей, которые хотели бы обратиться к тьме и не держать дома, или не могут найти, скажем, все эти образы божеств, и могут вполне в Бафомете увидеть все частички божеств, которые им нужны, и дух, и силы, и все такое. Вообще не столь важно иметь статуи, либо какие-то изображения. На самом деле все зависит от нашей силы, воли, от разрешения, от того, что нам дано. Но когда мы держим у себя статуи этих сил, мы как бы выказываем им уважение, и тем самым они поворачиваются в нашу сторону, и лучше нас слышат, больше помогают. Вот в чем смысл этих статуй, чтобы просто все не кинулись их покупать. Вообще простым людям его дома держать вообще не рекомендую. От него идет очень сильная энергетика, и надо это все уметь пережить и перенести. Если вы хотите поклониться, то есть благодарить его, попросить силы, и они на самом деле дают силы и знания, это проверено, то для благодарения вот этого божества, собирательного образа всей тьмы, берется вода, огонь, можете обкурить благовоние. Я сейчас прочитаю, произнесу заклинание, которое на самом деле, в принципе, мое, создано мной, но я всегда соблюдаю каноны и законы действия магии, потому что нельзя из себя придумывать что-то. Оно либо приходит, либо нужно за основу брать уже известные заговоры, и так далее, и так далее. Потому что здесь выходить за рамки канонов чревато, не стоит. И так, обкуриваем. Здесь сладковатый запах лучше, лимон, либо мак, либо ваниль. И просим у него то, что хотели бы попросить. О, образ вездесущей тьмы, начало женщины и мужчины, несущий огонь знания между рук своих, скучающий, растворяющий, дарующий знания, одари меня великими тайнами вселенной, о, сущность животного и человека, о, сила разумной твари, скучай свои знания и растворяй в моем разуме. О, даряй меня властью над живыми и мертвыми. Пусть сила твоя охраняет и оберегает меня и мое потомство. Да будет так. И вот в лице одной силы, одного божества, вы получаете силу всей тьмы. На самом деле все эти духи, божество и тому подобное, это всего лишь слуги той великой тьмы, того великого хаоса, который выбирает людей, дает им знания, силы, умения, помощь притворить в жизнь его желание, его волю. Вот этот великий хаос в этом божестве, в пафомете, в собирательном образе и существует, поскольку в церкви сатаны были разумные люди и ученые. Я сейчас не призываю ходить в церковь сатаны, я вообще не считаю, что нужно было создать церковь сатаны как таковой. Смысла в этом не вижу, поскольку насильно миль не будешь и идти к нему, лишь бы он принял и помог, он сам выбирает, кого надо. Вот, ну, в любом случае, вот этот собирательный образ всех божеств, всех духов, всех сил тьмы очень удачно придуман. И в лице бафомета мы призываем и просим, обращаемся ко всей тьме, тьме, можно сказать. Это как посланник, может, посредник между людьми и духами хаоса. И я вам скажу, что если не было бы воли того же самого хаоса, то ни один человек не мог бы придумать этот образ и от себя что-то там добавить. Без воли на то вот этих великих сил. Если будут у вас вопросы, задавайте на почту. Всем спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok